В этом небольшом, но очень подробном мастер-классе я покажу, как свалять очешник. Чехольчик для очков, или это может быть чехольчик для смартфона, допустим, с небольшим кармашком для какой-то милой мелочи. По этому мастер-классу я хочу научить вас валять на шаблоне и использовать блокираторы, с помощью которых делаются разнообразные кармашки. Итак, из инструментов нужна ось для валяния, на столе какое-то ребристое покрытие, может быть, воздушно-пузырьковое, пленка, острые ножницы, пульверизатор с водой, сеточка для валяния, полотенца и какой-то коврик. У меня это прорезиненный коврик для кухни. Набор инструментов совершенно такой несложный, он обычный, и для тех, кто начинает заниматься мокрым валянием шерсти, созданием войлока, такой набор нужен для очень-очень многих проектов. Так что соберите все эти компоненты. Из материалов надо совсем немного, грамм 20 шерсти, у меня она в топсе, какие-то клубочки, ниточки, остатки, можно кусочки ткани. И нужна пленка, из которой можно сделать шаблон. Для данного проекта небольшого я использую достаточно плотную садовую пленку. Кусочек ее нужен небольшой. Шаблон по размеру должен и в длину, и в ширину быть в два раза больше того объекта, для которого вы делаете чехол. То есть я очки и по длине, и по ширине промерила, и увеличила, сделала такой вот шаблон очень простой формы. Берем шерсть, гребенную ленту или топс, называйте, как вам удобнее. Начинаем раскладывать, как я уже показывала вам в образцах, мы делаем обычную двухслойную ортогональную раскладку, где слои шерсти перпендикулярны один другому. Раскладываем первый раз, заходя за край шаблона, внизу остается сантиметра три хвостики, да, тоненькие концы шерсти, порядочек. Раскладываем второй слой, и точно таким же образом раскладываем слой уровень, раскладываем третий ледочек шерсти, раскладываем этот третий ледочек, стараемся, чтобы прядочки были равномерные. Раскладка эта не тонкая, потому что, ну, собственно, готовый чехол должен защищать от ударов всяких, да, именно защищать ваши очки, чтобы они не разбились, к примеру. И второй слой мы раскладываем перпендикулярно первому. Вот я положила даже на самый край прядочку, она лишняя. Мы не заходим за край шаблона, вы чувствуете край шаблона, вот три сантиметра хвостики у вас торчали, их мы перпендикулярным слоем не закрываем для того, чтобы на сгибе у нас не было утолщения вот этих войлочных, валеных шовных соединений. Эту технологию называют бесшовной, потому что эти швы визуально никак не видны, да, вот именно вот такое валяние на шаблоне дает возможность создавать и одежду, и аксессуары, на которых не видны никакие соединительные швы. Это, собственно, отличает валяние от шитья, можно создать цельноваленные объекты. И принцип работы создания таких вещей, он одинаковый. Разложили два слоя шерсти, перпендикулярно один другому. Смачиваем их водой из пульверизатора, ну, водички льем достаточно много, но не создаем болото, то есть надо промочить шерсть полностью, чтобы она пропиталась водой. Поверх сетки намыливаем. Я использую оливковое мыло. Я больше люблю работать с кусочком мыла, именно с твердым мылом, потому что поначалу в процессе работы оно работает практически как утюжок для валяния, да, то есть немножечко экономит силы. Целый, вот всей плоскостью ладони поверх сетки мы притираем шерсть. Не прикладываем тут особых усилий, сильно ничего увалять в данном в начале процесса. Нам не надо, нам просто надо, чтобы ушли пузырьки воздуха, и, соответственно, вся шерсть пропиталась вот этой мыльной пеной, водичкой, мыльным раствором. Можно использовать и жидкий мыльный раствор, кому что больше нравится, но я вот люблю работать именно с кусочком мыла, особенно на небольших объектах. Снимаем сеточку, когда чуть-чуть притерли, аккуратно, помогая себе рукой, чтобы шерстинки за сеткой не потянулись, и уже просто ладошкой по поверхности слегка притертой шерсти еще раз я прохожусь для надежности, чтобы чувствовать ладонью, что все пузырьки воздуха ушли и вся шерсть промокла. Слегка притираю так, чтобы шерстинки не отставали от поверхности. Тогда можно перевернуть вот эту раскладочку вместе с шаблоном, загнуть краешки за края шаблона аккуратно, чтобы не было никаких складок. То есть мы драпировочку легкую делаем, но крупных толстых складок, утолщений на уголках никаких не должно быть. Мы расправляем руками прядочки шерсти, чтобы они лежали ровненько тут в плоскости. Вот так вот я чуть-чуть это дело приглаживаю ладошкой, чуть пальчиками можно поправить. И вот этот краешек, где срез, это будет как раз разрез этого чехольчика, вход туда, чтобы очки положить. Вот, собственно, это разложена первая сторона, завернута, и мы начинаем раскладывать шерсть для второй стороны. Вот тут заступаем за края. Краешек остается всего полтора-два сантиметра. Хвостики шерсти не такие длинные, как на той стороне, потому что действительно утолщение не должно быть очень сильным. Ну, а вы натренируетесь постепенно и научитесь эти швы делать шовные соединения, сказать правильнее. Научитесь их делать более аккуратные, более равномерные. Тем не менее, помните, что на них не должно быть большой толщины шерсти. Раскладываем второй льдочек. Да, вот аккуратненько. Укладываем шерсть, чтобы была ровненькая, и раскладываем аккуратно третий льдочек. Он точно так же должен сантиметром на полтора заступать за край. Вот так аккуратно. Рядочки шерсти, вы помните, точно так же, как в образце. Они где-то заступом процентов на 30, они заходят один на другой. Поэтому раскладка получается более равномерной. Раскладываем шерсть, слой перпендикулярный первому. Абсолютно точно так же, как мы делали на той стороне. Тоже за край шаблона сбоку он не выходит. То есть остаются хвостики свободные там. Вот мы делаем раскладочку. Ортогональная она называется. Используется она и при валянии плоских, ровных полотен шерсти. Используется она и для создания объемных каких-то фигур. Вот в частности, в работе на шаблоне. То есть по такому принципу делаются сумки разные. Можно и шапки делаются. Только толщина раскладки и декор, конечно, отличается. Форма самого шаблона отличается. Но этот прием можно использовать для создания самых разных вылочных вещей. Все разложили два слоя. Точно так же поливаем водичкой. Болото не разводим, чтобы вода не лилась вокруг, не текла. Придавливаем чуть-чуть руками, чтобы лучше пропиталось. И намыливаем хорошенько мылом. Когда намыливаем мылом, тоже не выходим за края шаблона, чтобы вот эти вот хвостики выступающие не слиплись, не свалялись между собой, чтобы когда мы их завернем на ту сторону, их было бы легко равномерно привалять. То есть это простые правила. Эти правила надо соблюдать всегда при создании вот таких вот объемных бесшовных фигур. В одежде, когда делаем одежду, валяем на шаблоне, там есть некоторые хитрости для того, чтобы швы были вообще абсолютно незаметны. Кстати, вот так же на шаблоне делаются тапочки. Ну, в общем, масса объектов. Принцип всегда один и тот же. Войлок вообще удивительно логичный материал. Как в математике есть основные действия, а потом их можно бесконечно комбинировать для того, чтобы получать почти неограниченное количество вариантов. Ну, вот эти хвостички мы заворачиваем на эту сторону аккуратно. Тут, кстати, нет острых углов. Внизу закругленные уголочки. Это более удобно для таких объектов, потому что выводить на войлоке острые углы всегда более сложно. То есть для начала постарайтесь освоить вот такие вот закругленные уголки. Это легче в работе. На первом этапе лучше вам потренироваться именно таким образом. А теперь берем кусочек, который по 2 см не доходит до краев шаблона. Это так называемый блокиратор. Это кусочек пленки. Мы прокладываем этот блокиратор, и он позволит нам сделать кармашек. Он не даст слоям шерсти приваляться одному к другому. Когда мы уже валяем войлок и разрежем над этим блокиратором верхний слой, там и вытащим этот блокиратор изнутри, там получится действительно кармашек. Такие карманы делаются и на одежде, и на сумках. То есть блокиратор не дает сваливаться слоям, приваливаться один к другому. Это используется для прорезного декора. То есть есть масса техник войлоке, где используются блокираторы. Это очень простой и очень удобный способ разнообразить варианты войлочного декора. Собственно, ну вот раскладываем, да, и третий ледочек полностью. Вот еще чуть не надо шерсти. Слой над блокиратором, чтобы кармашек был не слишком тонкий, чтобы его, к примеру, ножницы вышивальные не разрезали. Этот слой должен быть такой же, как основной сам чхол. Поэтому раскладываем два слоя, тоже ортогонально над блокиратором. Это уплотнит дополнительно войлок и поможет нам сделать кармашек. Раскладываем точно так же до самого низа. Доводим, но не буду я заступать за краешек шаблона, в этом нет особой необходимости. Главное, чтобы была вот такая равномерная раскладка. И опять это сверху. Закрываем сеточкой. Вот эту сухую, свежеразложенную над блокиратором шерстку тоже смачиваем водой. Ну и вы сами понимаете, точно так же надо ее намылить. Намыливаем. Точно так же абсолютно. Вот все процессы, они повторяющиеся. Тут очень просто все это, очень легко запомнить. Всей плоскостью ладошки приглаживаем. Никакие грабельки, пальчики тут неприемлемы. Но об этом мы говорили, когда учились делать вообще раскладку, уваливать первые образцы. То есть работаем всей плоскостью ладони. Это помогает и распределить мыльную пену равномерно, и помогает уже притирать шерсть, то есть активировать процесс сваливания, чтобы он начался. Снимаем опять сеточку. Еще раз проглаживаем рукой. Очень быстро вы научитесь чувствовать состояние шерсти, чувствовать наличие или отсутствие пузырьков воздуха. По пузырьке воздуха надо выгонять так рукой. Загибаем на вторую сторону тоже эти краешки. Это шерсть, которая идет с блокиратора. То есть вот на эту сторону мы ее аккуратненько загибаем. Вот так вот. По сути дела, можно чехол начать уваливать уже в таком виде. Тогда он будет просто ровный, гладкий, красный. То есть такой равномерный войлок. Но я хочу в этом же мастер-классе показать вам очень простые приемы декорирования. Ну вот загнули, да, трем руками, в основном от краев к серединочке. Притерли. А теперь очень простой вариант декора. У всех у вас, скорее всего, есть какие-то остатки пряжи для вязания, каких-то ниточек. Это может быть шерстяная пряжа, может быть пряжа с дополнением синтетики или, допустим, хлопка-шелка. Самая разная. Мереносовая шерсть. Вообще все прекрасно к себе цепляет, прихватывает, приваливает. Вот я взяла три разных ниточки. Более темная бордо – это твит у меня, клубочка остался. Ниточка голубая – это я прила вручную и красила кашемир. И желтенькая тоже самопрядина, ниточка чисто шерстяная, мереносовая. То есть вот такой вот тут микс получается. Можно разные ниточки между собой объединять. И вот посмотрите, я просто этот шаблончик, да, покрытый шерстью, да, шаблон в мешочке из шерсти, я его сверху вот таким образом обматываю пряжей. Ничего хитрого, ничего такого загадочного. Вот. Пряжа под воздействием шерсти, когда шерсть будет превращаться в войлок, она немного крышируется, то есть войлок ее, шерсть ее так подсоберет. И это даст дополнительный такой декоративный эффект. Небольшие букляшки, то есть смотрится это, как правило, очень-очень красиво. Причем можно использовать действительно самую-самую разную пряжу. Можно делать из нее, выкладывать какие-то орнаменты интересные, необычные. То есть все кусочки пряжи в данном случае идут в работу великолепно. Каждая вещь будет оригинальной, неповторимой. Можно выкладывать эту пряжу, как я показывала уже, можно вообще из нее всякие рисунки интересные, и клеточки, и все что угодно формировать. То есть с шерстью это работает отлично. Ну вот я обмотала таким образом часть шаблона. Можно даже весь его было бы вот так вот обмотать. Но я хочу вам еще показать декоративные варианты, элементы, которые можно делать очень просто и легко. А теперь после этого, когда часть пряжи у меня использована таким образом, уложена, можно взять лоскутки ткани, тонкой шелковой ткани, допустим. Я здесь для декора возьму шелковые волокна в платочках. Это такие шелковые квадратики, растянутые волокнам. Ну, в принципе, те, кто вяжут, знают, что шелковые квадраты, их можно вытягивать в одну нить. Такой есть такой прием для получения арт-пряжи. В вылоке эти шелковые квадраты используются для получения очень красивой фактурной поверхности. А сами по себе, от природы эти шелковые квадраты, шелковые волокна, белые такие, чуть жемчужным блеском. Я их покрасила анилиновыми красителями. И вот их можно вот так вот просто поверх шерсти разложить, создать из них слой. Он такой поначалу пушистенький будет. Я красила, ну, так абстрактно, чтобы это были цветовые пятна. Причем они достаточно контрастные. Мне хотелось, чтобы было много цвета, было ярко. Ну, это даже не мои обычные предпочтения цветовые. Я хотела записать такой зрелищный мастер-класс, чтобы все это вот у вас было перед глазами. Чтобы было очень хорошо и ярко видно. Цвета могут быть, естественно, любые. Единственное, что не берите на основу шерсть совсем белую или серую, если вы хотите сохранить яркие цвета. Потому что шерстинки пролезут на поверхность и создадут такое запыление визуальное. То есть они сделают даже самые яркие цвета более приглушенными. Или может возникнуть винтажный эффект, который не везде приемлем. Ну, или просто, если некрасивое сочетание шерсти основы и декора волокон или тканей, то может возникнуть такое ощущение грязи на поверхности. Поэтому всегда смотрите, чтобы цвета хорошо сочетались между собой. Они должны либо совпадать, либо нижний базовый цвет шерсти должен быть темнее. Но я бы не стала, как некоторые советуют, ограничиваться черным цветом, к примеру. Я использую разные цвета для основы. И каждый раз вещи играют совершенно по-разному. Они получают свои акценты. И это смотрится очень эффектно и красиво. Вот через сетку, смочив водой, примылив поверх волокон или ткани, ниточек, намылив сверху, я приглаживаю руками. Причем приглаживать в данном случае достаточно долго надо будет. Потому что если вы не используете, а поначалу вы, конечно, не будете использовать никакие дополнительные девайсы, типа виброшлифмашинки, руками надо протирать до того состояния, когда декоративные волокна прочно сцепятся с шерстью основы. Ну, на второй стороне, да, я вот загнула краешки, подправила пряжу, ниточки вложила поровнее. И будут точно так же вот эти шелковые квадратики. Это вообще японское изобретение. Мауата они называются. Если правильно, если их искать в интернете, то латинскими буквами Мауата. И эти шелковые квадраты вы легко найдете. Ну, вот я их точно так же выкладываю, как и на той стороне. Не заходя особенно за края, распределяю их так равномерненько. Задаю вот эти вот цветовые пятна, да, чтобы получился какой-то такой вот абстрактный рисунок. Можно делать какой-то цветочный рисунок. Если вы берете кусочки ткани для того, чтобы их прикладывать, можно обернуть просто одним кусочком ткани. А можно маленькие, самые маленькие, даже лоскутики использовать сюда в работу. Можно их выкладывать в пельмешку с кусочками ниток, пряжи разные. То есть, ну, все это абсолютно допустимо. Войлок позволяет создавать очень интересные такие текстуры. Необычные, совершенно неповторимые. Ну, и, конечно, надо этим пользоваться. Именно благодаря вот таким возможностям шерсти все войлочные вещи получаются абсолютно уникальные. Все уложила. Ну, видите, какие яркие цветовые такие пятна. Дальше технологически все пока повторяется. Я закрываю это сеточкой. Влажная поверхность. Я ее намыливаю как следует. И буду ее хорошенечко-хорошенечко притирать. То есть, вот сначала мылом это все намыливаю, чтобы ушли тоже все пузырьки воздуха, чтобы поверхность волокон напиталась хорошенечко мылом. Шелк вообще намокает дольше, чем шерсть, поэтому подольше водичку. Так, дайте пропитаться хорошо волокном. Ну, а дальше вот я притираю по поверхности сетки, чтобы не цеплялись к рукам волокна. Можно работать в перчатках. В перчатках, кто не любит соприкосновение кожи с мылом, это уже на ваш вкус и зависит от ваших индивидуальных особенностей. Ну, вот я перевернула. И теперь будет такой достаточно длительный процесс притирки. Нам надо руками проработать все места шовных соединений. И в плоскости тоже вся эта работа идет через сетку, чтобы надежненько все привалялось. То есть, проходимся все краешки обязательно. Это занимает время, конечно же. Это занимает время, просто немножечко кусочек сократили, потому что этот процесс в данном случае у меня занял, наверное, минут 10-15, да, приваливание волокон. Ну, собственно, у вас это будет то же самое. Обратите внимание, несколько раз я дополнительно намыливаю и притираю именно места торцевые вот эти вот тут, где шовные соединения. Их очень важно проработать вот так руками, таким образом, чтобы шерсть очень-очень плотно облегала шаблон. Чтобы не было никаких утолщений, никаких заломов на швах. Ну, потому что потом их крайне сложно расправлять в войлоке, а иногда бывает и невозможно расправлять. Поэтому важно уделить этому внимание в самом начале. Вообще, этот мастер-класс снят специально очень-очень подробно. Я понимаю, что так просто следить за руками может быть не очень интересно, когда повторяющееся движение. Но, тем не менее, если вы хотите это дело освоить, посмотрите внимательно и запомните основные вот все базовые приемы, базовые движения рук. Тогда вам будет уже легче ориентироваться при самостоятельной работе. Вот проработка шовных всех соединений – это очень важная часть процесса. И по сеточке, и без нее мы все время проходимся, прорабатываем вот эти края. Тогда у нас будет красивая круглая форма, там, где не видно швов. Берем коврик бамбуковый или вот такой вот резиновый коврик. Кладем на него нашу заготовку. И закручиваем на палочку или на трубу на ту ось, которая у вас есть. Я подкладываю полотенце махровое вниз. Оно нам здесь для работы нужно только для того, чтобы оно впитало лишнюю влагу, которая через вот эту резиновую сеточку уйдет в полотенце. Чтобы войлок у нас не был перенасыщен мыльной пеной, излишек на этом этапе уже начинает мешать. Поэтому вот я прокатываю с некоторым усилием уже рулончик вот этот войлок на основе для того, чтобы он отдал влагу. Пересушивать, конечно, тоже не надо. Ну, так вот просто излишек убрать. Внутри рулона все уваливается быстрее, вы это уже знаете. Поэтому, конечно, надо будет переворачивать заготовку и заново закручивать в рулон в каждую сторону. На маленьких объектах я прокатываю раз по 50. После этого переворачиваю. Сколько таких циклов придется провести? Зависит, конечно, от силы рук. Может зависеть от толщины раскладки, от температуры воздуха в помещении, в котором вы работаете. Ну, еще также от качества шерсти, от мыльного раствора, от того мыла, с которым вы работаете. То есть много моментов. Поэтому может циклов повториться несколько. Не 2-3, как у меня, их может быть 5-6. Это зависит уже от индивидуальных условий вашей работы. Итак, я продолжаю уваливание в рулоне. Причем с одной стороны шаблона, так и с другой стороны. Сначала я уваливаю по ширине. То есть не в длину не укатываю. Укатываю по ширине с одной стороны шаблона и с другой. Перевернула на другую сторону. Опять по ширине с одной стороны шаблона и с другой. То есть по ширине шаблончик становится уже тесновато внутри. вот этого вот войлочного мешочка. Ну вот я продолжаю укатывание, потому что все стороны должны быть в рулоне проработаны обязательно равномерно. Одинаковое количество раз для того, чтобы этот объект войлочный не перекосило в какую-то одну сторону и не пришлось бы потом подваливать. Поэтому запоминайте, можете ставить песочные часы, их каждый раз переворачивать. Я привыкла уже считать в уме количество раз, когда я прокатываю. Ну это какая у кого привычка. Можете записывать, чтобы отвлекать, если вас что-то отвлечет от работы, чтобы вы не забыли, что вы уже сделали. Ну, теперь в длину. Та же самая процедура, но в длину. То есть у нас, вы помните, что волокна шерсти, они усаживаются по длине волокон. То есть важно проработать обязательно все направления. Вот свойства уваливания в рулоне и свойства шерсти в данном случае объединяются для того, чтобы получился вылок, чтобы полотно уплотнялось. Естественно, уже идет усадка. И это видно, потому что, когда вы поворачиваете на другую сторону, она более сморщенная, это значит, она больше той, которая была внутри рулона. И вам надо их уваливать, чтобы выровнять по состоянию. Ну, вот такой вот монотонный процесс. Наблюдать за ним вот так, конечно, проще, когда я вам что-то рассказываю. То есть если бы это пришлось смотреть без звука, смотреть очень быстро бы надоело. Я себе включаю обычно музыку, слушаю аудиокниги в процессе работы, потому что много вот таких вот механических действий, и попутно поглощать какую-то действительно полезную информацию. Ну, ну, хорошо. Это дополнительная тренировка для мозга. Можно эту работу, кстати, делать даже сидя. Я привыкла работать стоя, вообще весь волк свой валяю стоя, и одежду, и ковры, и тапочки, и все что угодно. Это опять-таки у кого какая привычка. Кто не может долго стоять, значит, стол удобной высоты, какой-то стульчик, и пожалуйста, маленькие объекты очень легко можно делать сидя. Ну, вы получали запись, да, называется «Цена успеха», это запись такого у меня вебинара была, там есть советы по эргономике, по высоте стола комфортного, по организации рабочего места, так что я надеюсь, что вы посмотрели, и вам это тоже поможет, облегчит вашу работу. Разрезала я верхний край и вытаскиваю шаблон. Смотрите, мы не войлок тянем с шаблона, а из войлока вытаскиваем шаблон, это важный момент, чтобы войлок не деформировался и не пострадал. Я вот таким образом делаю скругленные краешки у чехольчика, вот так согнула, и по скруглению нижнему я точно так же подрезаю краешки наверху, чтобы они были аккуратненькие, ну и по форме гармонично сочетались с тем, каким будет сам этот шаблон. Одна рука внутри уже этого чехольчика по поверхности места шовных соединений я дополнительно намыливаю и прорабатываю их, притираю рукой для того, чтобы на них не было никаких вот утолщений, чтобы они были равномерными. Плюс к этому я намыливаю дополнительно шерсть внутри, да, намыливаю, намыливаю для того, чтобы внутри тоже уплотнялся этот войлок, потому что особенно та часть, которая находится под блокиратором, блокиратор мы пока не вытаскиваем, она сверху провалялась пока еще хуже, и очень важно ее хорошенечко намылить и притереть вот таким образом, держа руку внутри. Всем вот этим чехольчиком я тру по рельфленой пупырчатой поверхности этой пленки на столе, потом складываю вот так, немножко в профиль, и создаю такой рулончик, начинаю его прокатывать. Тоже раз 30 в одну сторону, раз 30 в другую по длине. Ну вот, то есть, ну тут уже можно некоторое усилие дополнительное тоже прикладывать, потому что войлок уваливается постепенно. Вот в одну сторону я покатала, поворачиваю в другую сторону. Волокна уже сцепились шерстью, они уже не отвалятся. Но нам надо, чтобы войлок стал не рыхлым таким и мягким, а чтобы он стал по-настоящему плотным, потому что вы же помните, что качественный войлок – это хорошо уваленный войлок. Тогда на нем появляется меньше пилинга, тогда он не развалится, а будет служить долго-долго. То есть, качественное, уваленное полотно войлочное – это залог успеха. Надо об этом помнить. То есть, халтуру допускать себе нельзя, чтобы вещи служили долго, радовали своих хозяев. Мы делаем все сразу очень основательно. Ну вот так вот в длину, в высоту я прокатываю во все стороны. С одной, с другой стороны раз по 30, как минимум, может быть, вам придется сделать больше, да, вот этих вот уваливающих движений. Опять-таки, я говорила, от чего это зависит. Ну вот, из профильного положения я разворачиваю опять анфас. Да, и вот на этой стадии вы чувствуете, где шаблончик находится, вот этот блокиратор внутри. И я аккуратненько над ним делаю острыми ножницами разрез. Ну, это зависит у вас от дизайна, у меня это просто прямая линия. Причем мне надо, чтобы внизу был большой кармашек, сверху он оставался такой тоже кармашек, потому что, если, допустим, я туда еще кроме ножниц положу там спицы или карандашик, или крючок, вот это вот не даст им выпасть. Это тоже такая маленькая хитрость, но это моя личная. И вот когда вытащен блокиратор, мы как тесто этот чехольчик уваливаем. Он такой маленький, двумя руками его уваливать даже не очень-то удобно. Можно одной рукой, можно его помять в руках, как кусочек теста. Приглаживаем вот так вот сверху срезы и вырез вот этот кармашка. Приглаживаем дополнительно внутрь, так пальчиками поведем, чтобы не сваливались слои. И мы продолжаем чередовать разные приемы. Притираем, трем по поверхности аккуратненько. Но если у вас сложный шелковый, допустим, декор, по поверхности не тритесь слишком сильно, чтобы она вся не злохматилась от шерсти. То есть аккуратнее с этим делом. Выглаживаю я внизу, чтобы округлости все были такие, получились приятные. Опять мну как тесто, а можно еще и побросать, не швырять сильно, не прикладывать сверх усилий, но так вот поронять на стол со стороны там с высоты 20-30 сантиметров, чтобы войлок, вот эта вот войлочная вещь, она падала под собственным весом, удалялась, но вы не бьете сильно, не швыряете со всей дури. То есть аккуратненько покидать, ну, можно даже раз 100. После этого обязательно надо проверить. В первую очередь все шовные соединения и краешки. Вот, то есть покидали, покидали. Вы почувствуете, как вылок уплотняется. Он постепенно становится таким более звонким и начинает даже отскакивать от стола. Но это обычно происходит, когда уже раз 200 покидали. Но после 100 обязательно проверьте. То есть вот делайте несколько операций, проверили, не поленитесь проверить все. Потому что хорошая качественная шерсть, она уваливается достаточно легко и быстро. и можно упустить момент, когда детали или вот эти вот слои, которые должны быть отдельными, когда они схватятся, сваляются между собой. Я вас уверяю, разделить их иногда бывает не просто очень сложно, а даже невозможно. Это значит, вещь испорчена. Нам такого не надо, поэтому приучите себя. Что там поделали? Потерли раз 50, проверили. Покатали в рулоне, проверили. Покидали, проверили. Помяли, проверили. Потом это входит в привычку и совершенно не напрягает. Это просто часть процесса. Вот видите, как постепенно такая форма становится более упругая, более аккуратненькая. Это потому что бойлок уплотняется. Вот опять я кидаю. То есть это не сложные движения. Они не тяжелые физически. На маленьких объектах руки вообще совершенно не устают. На больших объектах, на толстой раскладке или на тонкой раскладке очень больших площадей. Да, конечно, это нагрузка. Но опять-таки вот у меня есть советы, которые из моего личного опыта, о том, как оптимизировать все энергозатраты личные, о том, как сделать рабочее место более эргономичным, о том, как профилактические какие-то меры предпринять, чтобы не возникло потом никаких профессиональных сложностей с суставами, допустим, от перегрузок, если вы вдруг станете много валять. То есть вот эти вот все моменты, их можно заранее учесть, и тогда работа будет только в радость. Смотрите, покидали-поваляли. Вот на этой стадии закрутить надо опять войлок в рулончик. И пошильнее его опять в таком рулончике повалять, уже прикладывая усилия. Вот теперь уже можно. Вы будете чувствовать, как под руками интенсивно идет уваливание. Видите, уже насколько меньше относительно размеров моих ладоней становится этот чехольчик для очков. Как сам объект уменьшается, просто потому что, да, вот свайлачивание, есть такое слово, как вот этот процесс усадки, уваливания войлока, когда большая раскладка постепенно уваливается и превращается в войлок меньшего размера. Ну вот как раз учитывать это помогает коэффициент усадки, коэффициент уваливания. Вот, а мы продолжаем вот таким образом укатывать во всех направлениях дальше. Вот это называется уже открытый рулон, ну помните, по образцам, по раскладкам, это открытый рулон. Открытый рулон хорош уже вот на финальной стадии практически, потому что уваливание идет здесь, на этом этапе уже очень-очень интенсивно, и нам все время надо следить за состоянием войлока, руками чувствовать, как и что с ним происходит. Ну вот форма уже, да, уже войлок упругий, я вижу, что все хорошо, осталось поработать над ним совершенно немножечко. Ну вот, ну это вот всегдашнее такое правило у всех, кто уже валяет войлок, имеет какой-то опыт, не уверен, поваляй еще, повалял, доваляй еще немножко. Вот, то есть валяем мы действительно до того состояния, когда мы понимаем, что войлок стал уже очень упругим, он уже стал звонким, ну видите, там хороший какой кармашек, я ножницами проверила его глубину, чтобы он там нигде не свалялся. Вот такая вот красивая форма получилась. У меня вот даже есть такие болваночки специальные для высушивания варежек, чехлов на телефоны, я работаю много, поэтому они мне нужны бывают. Ну а так можно там, не знаю, старый телефон или чехол от телефона старый, или от очков взять, обернуть пленочкой и потом его заложить, чтобы на нем сушить, да, когда войлок уже будет готов. Вот я прорабатываю донышко этого чехольчика, еще дополнительно рукой мыльной приглаживаю. То есть, ну, как глину практически лепим, придаем хорошую форму. Вот так вот рукой, чтобы все шовчики, все было бы ровненькое, красивое, аккуратное. Вот посмотрите относительно шаблона, да, насколько он уменьшился, даже не в два раза, чуть поменьше, но тем не менее хорошая большая усадка произошла. Вот такой вот шаблончик. Его остается выполоскать водой, отжать в полотенце и высушить. Ну, вот как бы готовая вещь, да, готовая вещь. Вы видите, краешки аккуратненькие, карманчик прорезан. Я не ставила себе целью там делать его идеальным в ниточку, потому что мне нужен такой абстрактный рисунок. Вот такая вот интересная фактура получилась, шелковая. То есть, все смотрится ярко, объемно, очень так, очень привлекает внимание. Мне нужен был вот такой яркий объект. То есть, шелк, лоскуточки, ткани смотрится прекрасно. Но вот пряжа. То, что я вам говорила про вот такое вот интересное, необычное букле из пряжи. Ну, собственно, пробуйте, теперь уже экспериментируйте сами, осваивайте, делайте разные красивые штучки, присылайте мне фотографии. А учиться делать более сложные вещи, приходите к нам на уроки в школу Велка Мастер Фил.